Геноцид мирного населения Беларуси. Преступление вермахта. В рамках расследования уголовного дела о геноциде населения Беларуси в годы Великой Отечественной войны одной из первоочередных задач является выявление и учет максимально возможных фактов преступлений немецких воинских формирований, частей полиции, войск СС и их пособников против гражданского населения республики. В тесном взаимодействии представителей органов Генеральной прокуратуры Республики Беларусь с работниками государственных архивных учреждений, которые оказывают квалифицированные консультации о составе документов, ежедневно изучаются десятки архивных дел. Анализ самых первых документов, подготовленных и принятых высшим военным командованием Германии перед нападением на СССР, убедительно показывает, что у солдат вермахта были целенаправленно развязаны руки для проведения геноцида на захваченных советских территориях. Так, в приказе главнокомандующего сухопутными войсками генерал-фельдмаршала Вальтера фон Браухича от 3 апреля 1941 года об установлении военного оккупационного режима в подлежащих завоеванию районах СССР указывалось. Активное или пассивное сопротивление гражданского населения необходимо пресечь в зародыше резкими карательными мерами. Самоуверенное и безжалостное отношение к немецко-враждебным элементам станет эффективным профилактическим средством. В директиве начальника штаба Верховного главнокомандования вермахта генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля от 19 мая 1941 года относительно поведения германских войск в СССР говорилось, эта борьба требует безжалостного и энергичного подавления большевистских провокаторов, партизан, саботажников, евреев и полной ликвидации любого активного или пассивного сопротивления. Уже с первых месяцев войны в преступлениях против мирных жителей активно участвуют охранные дивизии вермахта. Карательные меры применялись и 403-й охранной дивизии. Сентября до конца ноября 1941 года личный состав соединения расстрелял 2027 человек. В основном это были мирные граждане, которых нацисты по сложившейся традиции записывали в число уничтоженных партизан. Одним из самых жестоких соединений, входивших в состав корпуса охранных войск Шенкендорфа, была 707-я пехотная дивизия. Ее командир, генерал-майор Густав фон Бехтальсхайм, был радикальным антисемитом, инициатором целого ряда карательных мероприятий на оккупированных территориях. 707-я пехотная дивизия проводила свои акции как в тыловом районе группы «Армий Центр», так и в областях Генерального округа Белоруссия, где она отвечала за территорию площадью более чем в 60 тысяч квадратных километров. С сентября до конца декабря 1941 года военнослужащими соединения было расстреляно около 20 тысяч человек, а с сентября до марта 1942 года еще 7-8 тысяч человек. Охранные подразделения вермахта принимали активное участие в уничтожении евреев. Так, 354-й полк 286-й охранной дивизии в июле 1941 года уничтожил около 2000 евреев в городских поселках Крупки и Халапеничи. 7 августа по 7 декабря 1941 года частями 286-й охранной дивизии было убито более 9 тысяч евреев и других гражданских лиц, ставших жертвами особых акций и мероприятий по прочесыванию местности. Нормативно-правовая база, которая регулировала вопросы привлечения и наказания военных преступников, формировалась постепенно на протяжении Великой Отечественной войны. 13 мая 1942 года принципы репрессий против военных преступников и нацистских пособников были уточнены в приказе прокуратуры СССР. О квалификации преступлений лиц, перешедших на службу к немецко-фашистским оккупантам в районах, временно занятых врагом. В ноябре 1942 года советское государство установило принцип уголовной ответственности для немецко-фашистских захватчиков и их пособников за совершение ими таких преступлений на территории СССР, как пытки, истязания, убийства мирных граждан, насильственный увоз в иноземное рабство мирного населения, всеобщее ограбление городских и сельских жителей и вывоз в Германию их личного имущества, а также колхозного и государственного имущества, разрушение памятников искусства и культуры, расхищение художественных и исторических ценностей, разрушение зданий и разворовывание имущества религиозных культов. За указанное деяние ко всем преступникам применялись либо расстрел, либо тюремное заключение. 19 апреля 1943 года издан указ Президиума Верховного Совета СССР, номер 39, о мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины и числа советских граждан и для их пособников. Этот документ устанавливал порядок суда над военными преступниками и предусматривал новые виды наказания для них, смертную казнь через повешение и ссылку на каторжные работы сроком от 15 до 20 лет. После освобождения территории БССР была начата работа по расследованию преступлений, совершенных нацистами. В Беларуси проведены четыре открытых судебных процесса над военными преступниками в городах Минске, январь 1946 года, Бобруйске, октябрь-ноябрь 1947 года, Витебске – ноябрь-декабрь 1947 года и Гомеле – декабрь 1947 года. Помимо открытых судебных процессов состоялся ряд закрытых судебных заседаний, военных трибуналов, войск МВД над иностранными военнопленными, привлекавшимися к уголовной ответственности за преступления, совершенные ими во время войны. В декабре 2001 года Комитет государственной безопасности Республики Беларусь передал в Национальный архив 2897 дел на осужденных иностранных военнопленных, интернированных, фонд номер 1363. Указанный корпус документов убедительно свидетельствует об активном участии в систематических и массовых преступлениях против гражданского населения военнослужащих Вооруженных сил Германии – Вермахта. Приведем показания некоторых из них. Военнослужащий 185-го полка 87-й немецкой пехотной дивизии Хаслер показал. В июне 1944 года войсками 87-й пехотной дивизии, конкретно солдатами 185-го полка, было сожжено село Полота, примерно в 15-20 километрах северо-восточнее Полоцка. Я лично сам видел, как горело это село, так как наша 14-я рота находилась недалеко от этого села. В этом селе было примерно 40-50 дворов, и все они были подожжены. По соседству с этим селом было сожжено другое село, название которого я не помню. Оба эти села были сожжены солдатами 185-го пехотного полка по приказу командира дивизии генерала Штрахвиц и командира полка подполковника Гец. В 1946 году в Витебске состоялось заседание закрытого трибунала МВД, на котором рассматривалось дело о преступлениях группы военнослужащих 2001-й охранной дивизии. В частности, обвиняемый Майер Карл, командир отделения при 564-м отдельном батальоне 2001-й охранной дивизии, принимал активное участие в расстрелах советских военнопленных, сожжении деревень и расправах над мирным населением. В судебно-следственных материалах указано. 25 апреля 1944 года с целью физического уничтожения мирного населения под руководством унтер-офицера Майера группой солдат 564-го батальона было насильно собрано 15 человек мирного населения деревни Гадивли Лепельского района Витебской области. Среди этой группы были старики и дети. Под угрозой расстрела группа немецких солдат, в том числе Майер, заставили своих жертв встать плотно друг около друга и взяться под руки. Шеренгу погнали по дороге для разминирования. В результате этой операции в 800 метрах от деревни взрывом мины были убиты граждане. Пытько Михаил, Передний Константин, Козак Никифор, Юхновский Владимир тяжело ранены трое, а остальные граждане были контужены. В это же время Майер принимал участие в сожжении восьми домов в деревне Гадивли и ограблении жителей этой деревни. Большое количество преступлений против мирного населения было совершено в период проведения каратильных операций, в том числе одной из наиболее крупных и жестоких – весенний праздник. На допросе в сентябре 1948 года командир 95-й пехотной дивизии генерал Михаэлис показал, из штаба 9-го корпуса, в состав которого входила 95-я пехотная дивизия, мне сообщили по телефону о том, что одна рота 280-го пехотного полка была обстрелена в одной деревне в районе города Полоцк. После этого командир роты дал приказ собрать всех жителей деревни и закрыть в сарае, а дома все обыскать на предмет обнаружения оружия. Жители были собраны в сарае, которые охранялись солдатами этой роты. Ночью 29 мая 1944 года посты, охранявшие сараи со стороны деревни были обстреляны, а командир роты дал приказ стрелять побежавшим. Как был произведен расстрел этих граждан в действительности, я не знаю, так как не проверял. Я никаких мер к солдатам и офицерам 11-й роты 280-го полка, расстрелявших мирных граждан в деревне Горнополье 29 мая 1944 года не принял и никого не наказал. Кроме того, в начале мая 1944 года солдаты 95-й пехотной дивизии в деревне Городище расстреляли 8 мирных граждан, о чем было известно командованию. Именно старшими офицерами вермахта был создан и действовал печально известный лагерь в Азаричах – три лагеря. В короткие сроки сюда были свезены примерно 50 тысяч человек, многие из которых болели тифом. Это делалось умышленно, чтобы заразить наступающие части Красной армии. Узников держали на открытой болотистой местности, огороженной колючей проволокой и заминированными подходами. Никаких построек на территории лагерей не было. Люди размещались на голой земле. В условиях голода, холода, а также болезней среди узников стремительно распространялась смертность. К моменту освобождения из примерно 50 тысяч человек в живых осталось 33 480 человек. Автор Святослав Кулинок